История о 10-летнем школьнике, который отравляет жизнь своим одноклассникам, продолжает обрастать новыми подробностями. После обвинения мальчика в девиантном поведении, наша редакция пообщалась с его законным представителем. Мама вину сына полностью отрицала. Кроме того, уверяла, что избивая детей не ее сын, а наоборот, дети издеваются над мальчиком. Однако родители второклассник продолжают бояться за своих детей и пытаются решить проблему. Мы получили сообщение сразу от нескольких мам детей, пострадавших от рук агрессивного мальчика. Чтобы пролить свет на то, что действительно происходит с их детьми в школьных стенах, они прислали свои доказательства. На этих фотографиях отчетливо видны ссадины и синяки, которые, по словам мамочек, появились на детях в результате побоев школьника-изверга. Фото сопровождаются и медицинскими справками с заключением специалистов. Родители говорят, побои приходится снимать систематически, поэтому подобных справок накопилось прилично. Эти документы – доказательство обращений в полицию, однако в возбуждении уголовного дела в отношении второклассника было отказано. А это уже другое заявление и снова отказ. Даже административная ответственность второкласснику не грозит. А между тем, безнаказанность мальчика порождает новые случаи издевательства над одноклассниками. Родители продолжают собирать справки и обращаются во все возможные инстанции. А между тем, в Комитете по образованию города Барнаула нас заверили, ситуацию взяли на контроль. И даже отчитались за проведенное родительское собрание в классе на темы «Разные дети на этой планете» и ответственность за распространение информации, порочащей честь и достоинство. Но достаточно ли таких мер в конкретном случае? Мы продолжим следить за развитием истории, проблему которой не может решить ни школа, ни администрация, ни другие органы власти.